Приветствую вас. Давайте попробуем с вами вот пройтись по вашему тексту сперва. Я его прочту, какие-то моменты буду комментировать, а после дам определенные рекомендации, что вам нужно делать. Значит, следите за молодым человеком, пишите вы, и сразу в них кайф вопрос, следите за чем? Если следите, значит нет доверия. Если нет доверия, значит ваши отношения, они выстраиваются на чем? На отсутствие доверия. На постоянных проверках. На личном вашем желании, возможно, например, быть именно с ним, молодым человеком, со своим. Если вы понимаете меня сейчас. То есть, то, что вы за ним следите, уже само по себе является довольно тревожным фактором, хотя бы потому, что в отношениях нужно доверять другому. Другому. Если же вы не доверяете другому, то смотрите, в таком случае получается такая, на мой взгляд, очень интересная ситуация, когда вы, не доверяя человеку, да, не доверяя ему. При этом, в общем-то, находитесь с ним в отношениях. И это заставляет задуматься о том, а для чего, собственно, вам с ним в отношениях быть, если вы, например, ему не доверяете. Так же, следение за молодым человеком, свидетельствует о том, что вы не уверены в себе. Ну, или не до конца уверены в себе. И это, в свою очередь, доставляет задать еще один вопрос. Если вы сами в себе не уверены, то, может быть, вся вот эта ситуация, которую вы описываете, это следствие именно вашей неуверенности в себе. И тогда, возможно, имеет смысл обратить внимание именно на эти аспекты, именно на аспекты неуверенности в себе. Потому что, скорее всего, вам это очень сильно мешает. Далее, вы пишете, что он, как только он в онлайне, сразу его знакомые заходят, раньше хорошо общались, или наоборот, он в сети, и сразу он заходит из таких совпадений моря. У обоих есть невидимки в ВСК, поэтому могут увидеть друг друга и зайти. Я себя накручиваю, или они специально так делают, чтобы мотворить глаза друг другу. Вы знаете, скорее всего, нельзя дать вам однозначного ответа на этот вопрос, потому что нет информации. Например, какой ваш молодой человек, я имею ввиду по характеру, насколько он, например, предан вам, молодой человек, насколько вы можете сказать, что он держит свое слово. Вот эти аспекты, аспекты удержания своего слова, они на самом деле очень важны, если вы понимаете, о чем будет речь. Потому что, если мы говорим о том, может ли мужчина, например, общаться с другой женщиной, да, как бы в обход вас, то это всегда вытекает из личностных характеристик человека. И для того, чтобы ответить на ваш вопрос, действительно ли вы себя накручиваете, или они там реально общаются, нужно вам как раз-таки подробнее рассказать о своем молодом человеке. Это первое. Второе. Если мы говорим с вами именно вот про данную ситуацию, то вы себя безусловно накручиваете. Это безусловно. То есть даже если у них там есть какое-то общение между ними, вы все равно себя накручиваете, потому что вы через чересчур сильно об этом переживаете. Смотрите. Мужчина убрал эту женщину из своих друзей. Убрал. Мужчина с вами. Мужчина с вами. Так чего же вы тогда переживаете? Чего вы боитесь? В чем вы не уверены в себе? И так далее. Это вот на самом деле очень важный вопрос. Потому что, понимаете, вы портите, скорее всего, подобным отношением, вы портите свои отношения с молодым человеком. Может быть, своей ревностью, своей неуверенностью в себе и так далее. А это не есть хорошо для вас. И для ваших взаимоотношений с молодым человеком. Поэтому, то, что вы себя накручиваете, это в любом случае, в любом случае, а вот общаются ли они или нет, или специально модули друг друг в глаза, или нет, это уже нужно разбираться именно исходя из характера вашего молодого человека. Выпишите. Знаю точно, что они не общаются лично. Раньше общались, и это общение мне не нравится. Почему, Карина, вам не нравилось общение? Мужчина давал вам поводы для ревности? Мужчина с ней свердавал? Мужчина как-то еще вас унижал, например, оскорблял своим отношением? Или вам просто не нравилось, что он общается с ней? Вы чувствовали в ней угрозу? Понимаете, в первом случае вы поступили правильно. Ну, то есть, вы поступили правильно, что молодому человеку сказали о том, что вам не нравится. Молодой человек поступил правильно, что убрал ее. А вот во втором случае, если ничего реально и по факту не было, а вы только лишь попросили его убрать ее, просто потому, что она вам не понравилась общению. Вот в этом случае я, к сожалению, вынуден сказать, что вы здесь поступили неверно, потому что молодой человек, в принципе, имеет право, имеет полное право общаться с теми людьми, которые ему приятны, которые ему интересны. Но и вы, вы тоже имеете право так делать. Вы тоже имеете право общаться с теми, кто вам интересен, кто вам нравится, кто вызывает у вас интерес и прочее, прочее, прочее. То есть, вот вопрос в том, какие основания были у вас для того, чтобы человека, скажем так, заставлять, убирать из друзей, да, вот эту девушку. И была ли реальная угроза вам? То есть, ну, может быть, молодой человек просто развлекался, так, да, баловался, неувозительно относящаясь к вам и так далее. Если так, то это, ну, если это просто ваши догадки, если вы вот опять себя накручивались тогда, так, как сейчас, то это все-таки совсем уже другое. И нужно тогда уже непосредственно работать с вашей неуверенностью в себе и с вашей ревностью, потому что она вам, ну, в любом случае не дает, судя по всему, спокойной жизни. Я хотел бы, чтобы вы это для себя, вот эти аспекты постарались, как следует, понять. То есть, здесь важно именно проанализировать все довольно объективно и выявить все-таки основную причину вот этих ситуаций. Выпишите, за вас мне отставляет чувство, что они друг другу так о тебе напоминают, чтобы один из них написал в беседу, предположим, общую, там, из четыре человека, а она девушка друга его. Это мучит меня. Если она девушка его друга, то с чего вы взялись, что их общение может привести к чему-то серьезному? Почему вас вообще задевает то, с кем общается молодой человек? Если вы сомневаетесь в том, насколько он предан вам, если вы сомневаетесь, насколько он принадлежит вам, это одно. Но дело здесь не в девушке друга. Дело здесь вообще ни в ком-либо конкретном. Дело здесь именно только лишь в ваших отношениях. То есть то, что касается именно лично вас. И все. Нет других людей в этом аспекте. Я хотел бы, чтобы вы постарались вот это понять. Кроме того, если она девушка друга, то тогда вообще непонятно, в чем вы видите угрозу. Если она общается с другом, а вы общаетесь, например, с вот этим вот мужчиной, то логично, что вы будете общаться, с другом вашего молодого человека. Это нормально. И совершенно непонятно, почему вас подобное, еще раз повторю, задевает. Понимаете? Кроме того, посмотрите на то, как... Вот, посмотрите просто на дно, как друг и ваш молодой человек общаются. Смотрите, дело в том, что если молодой человек уважает своего друга, он никогда не предаст дружбу с ним. А если я никогда не предаст дружбу с ним, то, соответственно, никогда и ничего у него с этой девочкой не будет. То есть, на мой взгляд, на мой взгляд, вы через все преувеличены. То есть, по факту, ничего страшного в этом общении из четырех человек вообще нет. Это нормальное общение людей, которые имеют общих знакомых и которые как-то все связаны между собой. Вот и все. Но я допускаю, что вы не уверены в себе, что вы ревнуетесь, что вы боитесь потерять своего молодого человека. И это все именно ваша проблема. И только ваша проблема. Это не проблема молодого человека, ни в коем случае это, ни в коем случае не проблема этой девочки. Это только ваша проблема. И вот в зависимости от того, хотите, заходите ли вы для себя это понять или нет, заходите ли вы для себя это принять, заходите ли вы проводить над собой и соответствующую работу, вот в зависимости от этого уже можно говорить о том, будет ли у вас улучшение ситуации или нет. Ну, объективно, нельзя, не стоит, не имеет какого-либо практического смысла бояться потерять своего молодого лучшего человека. Просто потому, что если он от вас уйдет, то это значит, что это не ваш человек. И если вы его любите, то вы хотите ему счастья, а то, что вы делаете, никак более счастливым, к сожалению, его не делает. И вот об этом я тоже хотел бы, чтобы вы как следует подумали. Об этом я хотел бы, чтобы вы не забывали. Вот. Ну и, собственно, на этом, я думаю, можно закончить мой ответ. Надеюсь, что я вам ответил на все ваши вопросы. Если у вас дополнительные авталии, пишите в личку, я вам помогу. Если захотите поработать над собой, и если вы согласны с тем, что корень проблемы все-таки у вас, выбирайте эксперта и начинайте с ним консультироваться, вам помогут. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго, удачи и не заостряйте свое внимание на интернет-общение. Поверьте, оно не значит ничего такого, на что можно было бы заострять вам свое внимание. До свидания. До свидания. Продолжение следует...